Несколько оказалось, уже все давно забыли. С тех самых портах героини обнаженного эпатажа перебрались на ПМЖ в Европу. И вот они снова вернулись на родину. Да еще как, с канистры бензина, прямо к магазину Порошенко, но снова топлись. Пока венецкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лаку. Без пределом с сожжением плюшевых медведей никто не возмущался. Имущество производителя Ленки и киевского торта не спешило спасать даже киевская полиция. Министр МВД в этот самый момент и сам, как мог, прикрывал свои коррупционные топлисты. Обыски в доме сына Арсена Авакова закончились арестом. Я считаю, данное дело политически заножидовано. Я считаю, что оно выгодно всем тем, которые хотели бы подорвать ситуацию на той стране. Талантным стабилизатором ситуации в Украине является сейчас Арсена Авакова. Сына министра обвиняют в мошенничестве при закупке рюкзаков для национальной гвардии. И все это уж очень похоже на первые искры большого политического противостояния. Порошенко якобы требовал от Авакова силового ростона Миха Майдана. Аваков ему якобы отказал и за это поплатился. Вот вроде бы ерундовую вещь произвел Саакашвили, ворвавшись, так сказать, в страну, начав чего-то бузить. Но тем не менее он какие-то курки спустил. И сейчас и вот убийства идут, и аресты с другой стороны. Даже Феймен тут возбудился. Хотя жадность Порошенко это уже притча во языцах. Вообще-то, и это ни для кого не секрет, в украинских элитах давно действуют негласные правила. Детей не трогать, потому что весь сомнительный бизнес политики вешали именно на отпрысках. Но отчего тогда в случае с Авакова это правило не сработало? Гуд бай Америка. Так неужели это своеобразное предупреждение Порошенко? Ведь те же американцы могли бы сразу пойти войной не на родственников Авакова, а на самого министра, а затем и на президента. Компромата вообще на всех хватит. На самом деле есть тысяча и один способ отмывания денег незалежной. И это не шутка. Вот как заработал свои полмиллиона гривен депутат Лешко. Купил три лотерейных билета и вот же везунчик. Три раза выиграл. А это его коллега по радио депутат Поросюк. В декларации о доходах активист Евромайдана так и написал некраснее. Швейцарские часы принес Святой Николай. Но когда не помню. Потому что спал. Выходит, за что боролись на Майдане, на то и напоролись. Ведь три с половиной года назад, во время революции, Украина в европейском рейтинге коррупции была только на седьмом месте. А сейчас вышла на первое. Алексей Петрушко и Илья Филиппов. Итоги дня.